А где и как учатся вынужденные переселенцы? Хватает ли мест в детских садах, школах и университетах? Студентам-переселенцам, которые учились по газзаказу, пообещали бюджетные места в других вузах, нашли или нет? И почему те, кто платит за учебу, вынуждены делать это дважды? Переселенцы из Луганской, Донецкой областей и Крыма хотят учиться. Но как? Желающих тысячи. В детсадах же и так очереди на несколько лет вперед. Школы переполнены, а в вузах не всегда есть бюджетные места. Светлана с четырьмя детьми переехала из Славянска. Теперь думает, подыскивать ли тут детсад и школу. Мы надеемся вернуться домой. Если это затянется еще недели на 2-3, то я думаю, что надо будет уже... В Киеве уже более двух сотен вынужденных переселенцев устроили детей в школы, а полсотни в сады берут всех, несмотря на 40-тысячную очередь. В школе, то мы имеем резерв, и мы найдем места. Жодная дитина на улице не залишится. Во Львове тоже учат всех. Шестилетняя Леночка с родителями и братом приехала из Крыма. Вот уже второй месяц в новой группе, а старший брат в новом классе. Буквально на другой день нам перезвонили и сказали, что... Как бы уже домовились, что мы можем уйти, подавать документы, оформлять детей в школу. А вот со студентами не все так гладко. Андрей и Славянска усиленно готовятся к ВНО. Хотелось бы на бюджет, потому что сложно будет. Ну, для абитуриентов-переселенцев никакие льготы при поступлении не предусмотрены. А всем, кто учился на госзаказе, обещают бюджетные места. Эти ребята учились в Таврическом университете на контракте. Приехали во Львов, сдали академразницу. Но официально студентами не стали. Тут они опять должны заплатить за учебу. Хотя там мы заплатили, у нас есть все квитанции, все документы. Но там нам не возвращают деньги, потому что банков нет в Крыму, они закрыты. Ребят к сессии допустили, в общежитии поселили, но неофициально. Закон запрещают, уверяют в ВУЗе. Почти месяц назад обратились к Минобразованию за разъяснениями. С министерства, чтобы информация про компенсацию суммы, оплаченной студентами за два месяца навчания, в Львовском университете не имеет никакого. Сразу же после сессии ребята собираются к министру. Пусть скажет, что делать. Алена Центила, Кристина Гошенко, Юрий Голубенко, Евгений Каминский. Телеканал Интер.